Впуск новой системы обращения с чрезвычайно опасными отходами на контроле Совета Федерации. Об этом во время круглого стола в Верхней Палате Парламента заявил сенатор Алексей Майоров. По его словам, в России каждый год образуется около 400 тысяч тонн утиль сырья, ведущего к разрушению экосистемы, что либо невозможно исправить совсем, либо требует несколько десятков лет для восстановления. Введение новой системы позволит безопасно собирать, накапливать, перевозить, размещать и обезвреживать такие отходы, подчеркнул Майоров. Тема крайне важная, актуальная, требующая достаточно, с одной стороны, оперативных мер по ее решению, с другой стороны, здесь, в общем-то, надо действовать хирургическими методами, чтобы мы не совершили ошибок, которые нам потом пришлось бы всем вместе исправлять. Госкорпорация Росатом создает инфраструктуру для переработки отходов во вторичные продукты. Это экотехнопарки с современными технологиями, действующие по принципу замкнутого цикла. Определены уже и тарифы, готова к работе инфосистема по обращению с мусором. К концу 2022 года мы рассчитываем получить первую, подчеркну, реальную картину рынка обращения с отходами, где информация будет носить не заявительный характер, а уже все-таки верифицированы и проверены. Мы будем видеть актуальные данные по всем участникам рынка, по обороту отходов. Уже с 2019 года мы на плановой основе информируем всех участников рынка, все заинтересованные стороны о том, что такая система создается и будет вводиться в эксплуатацию. Запуск новой системы по обращению с отходами запланирован на 1 марта будущего года. С этого времени предприятия, у которых нет своих мощностей по переработке или утилизации опасного мусора, должны заключить договор с федеральным оператором, который решит проблему.